Киностудия Центр Научфильм Киностудия Центр Научфильм Киностудия Центр Научфильм И Дмитрий Кожевников Возвращение нормальным не гарантируется Рейс чартерный продолжительностью 19 минут земного времени Киностудия Центр Научфильм Но мы начнем свой путь от внешних границ нашей Вселенной Ведь мир един Его объекты повторяют структуру друг друга, но до известного предела Когда изменение размеров приводит к новому качеству Так в мегамире эталон длины галактика, световой год В макромире человек и привычная единица метр В микромире атом и исчезающий малый нанометр Уменьшение масштаба имеет свой предел Наступает рубеж, когда даже самая современная техника бессильна Инструменты настолько грубы по сравнению с объектом исследования Что увидеть что-либо, не разрушив его, невозможно Это нижняя граница видимого мира А что же дальше? Эту философскую игрушку Описал еще две с половиной тысячи лет назад Герон Александрийский Колечки движутся по цепи как отдельные частицы Но ведь это цепь И каждое кольцо находится в сцеплении с соседней Как же оно может передвигаться? Кольца поочередно переваливаются Оставаясь на своих местах По цепочке бежит волна Создавая иллюзию движения отдельного кольца Две встречные волны гасят друг друга Игрушка игрушкой, но примерно так устроен фотон Кван света Он имеет свойство электромагнитной волны Прямой как цепь И частицы как отдельного кольца Если цепочку Герона замкнуть То колечко волна пойдет по кругу Так можно представить себе электрон Это электромагнитный процесс Замкнутый в кольцо В котором волна движется со скоростью света Электрон имеет заряд и магнитный момент Магнитные свойства Проявляются при взаимодействии между электронами Они отталкиваются Притягиваются Упрямо не соединяются Или соединяются Как обычные магниты Создавая довольно прочные связи Точно так же они собираются В объемной конструкции Например, вокруг атома Сохраняя свои магнитные привязанности Теперь, когда у нас есть Хоть какое-то представление об электронах Продолжим путешествие Вглубь атома Выберем в таблице Менделеева Какой-либо объект Например, элемент номер 102 Но белый Этот клубок электронов Модель атома Нобелия А это сам атом Пролетаем сквозь его Электронные оболочки Там впереди ядро Оно меньше самого атома Примерно во столько раз Во сколько кольцо на пальце Меньше кольцевой дороги Вокруг Москвы Мы привыкли представлять ядро Как нечто круглое и компактное На самом деле Это вращающийся стержень Состоящий из дисков Синим цветом выделены нейтроны Красным протоны Число которых в атоме Соответствует номеру В таблице Менделеева У Нобелия их 102 Но ведь и они из чего-то состоят В отличие от кольцевой структуры электрона Структура протонов и нейтронов Спиральная А природа та же, что и у электрона Электромагнитная волна Движущаяся со скоростью света Здесь кубики имитируют И продвижение волны И ее вращение Если вращение правое То это протон Если левое То это нейтрон Чтобы понять из чего состоят Отдельные кубики И сама спираль Придется опуститься еще На 20 порядков глубже Чтобы в миллиарды раз Укрупнить детали Этой волновой среды Вот она Гипотетическая структура Таинственного эфира Или по-нашему Наномира Снова кольца волновых процессов Сцепленных магнитными И другими неведомыми силами В упорядоченную структуру И здесь в каждом колечке Своя полная энергия жизни Вся Вселенная Наш мир Да и мы сами Оказались комбинациями Волн В этой среде Каждый из нас В масштабе наномира Целая Вселенная Поистине Как говорил Паскаль Человек распят Между двумя бесконечностями Космоса И микромира А что же дальше Есть соблазн Заглянуть еще глубже Совершим скачок В неизвестность Еще на 18 Порядков вниз И здесь Кольца волновых процессов Только более жестко Связанных между собой Другой мир Другие законы Другая энергия Скорости в миллион раз Превышающие скорость света Но это для фантастов А нам приходится признать Что пустоты вакуума Нет Все пронизано Волновыми взаимодействиями И все вокруг состоит Из процессов Возмущений Волновой среды Пора возвращаться Назад Знакомая нам структура Наномира Каждый ее элемент И вся она Находится в постоянном движении Внутренние энергии Структуры Преобразуются В форму волн Возмущения Линейные колебания Наномира Приводят к образованию Всего спектра Электромагнитных волн Рентгеновских лучей Частиц света И радиоволн Вращательные движения Элементов наномира И их колебания Рождают электроны А резонансные Приводят к образованию Элементов Атомного ядра Теперь, когда нам Известны кирпичики Мироздания Покинем Наномир Всего 18 порядков вверх Ему уже в более близком Нам мире Атомов Собственно Атома еще нет Но есть то Из чего он сделан Продолжение следует... Продолжение следует...